Доброе утро! Сегодня 11 сентября 2028 года и с вами новости с Тимуром Каримовым. После того, как в очередной раз встал вопрос об отсутствии свободных мест в детских садах, группа депутатов «Единая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о полном запрете детей дошкольного возраста. С 1 января 2029 года любые человеческие особи младше 7 лет объявлены вне закона. Если у граждан будут обнаружены дети предсемилетнего возраста, им выпишут предупреждение. И в случае, если в двухнедельный срок ребенок не достигнет необходимого возраста, семья в полном составе будет отбывать срок до 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Как прокомментировала эту инициативу Елена Мизулина, заодно там и повзрослеет. Ну а теперь к новостям экономики. Как и обещал его величество светлейший и мудрейший государь, властитель земли русской, отец государства российского и прародитель всего сущего Владимир Владимирович, рубль показывает стабильный рост. Со вчерашнего дня доллар стал дешевле к рублю на уверенные 3 копейки. И стоит теперь всего 232 рубля 84 копейки. Ура! В храме Христа Спасителя также провели молебен по рублю. И патриарх заверил, что завтра доллар с Божьей помощью подешевеет еще минимум на полторы копейки. Вчера был арестован 18-летний студент МГУ и уже был осужден по статье 835 Уголовного кодекса произнесения имени светлейшего и мудрейшего государя, властителя земли русской, отца государства российского и прародителя всего сущего Владимира Владимировича без упоминания титула. Малолетний провокатор уже ожидает смертной казни. Также по 912 статье УК РФ «Вызывание внутреннего неприятия у сотрудника полиции» многодетная мать получила 14 лет закормления лебедей на патриарших прудах. Пенсионер Иван Гаврилов был арестован за слишком седые волосы, а стоматолог Арутюн Шагаян получил 3 года за то, что не поблагодарил вслух мэра Сергея Семеновича Собянина, когда вошел на новую станцию метро. Ну а теперь к новостям высоких технологий. Новый фитнес-браслет разработали в Сколково. Благодаря встроенному микрочипу браслет умеет не только считать калории, но и считывать пульс вашего сердцебиения. Когда кто-то рядом произносит слова «Единая Россия», «Крым», а также «Чечня», в случае, если пульс не будет совпадать с пульсом влюбленного человека, все данные будут отправлены в ФСБ для последующей профилактической беседы с нарушителем. Ну и о погоде. Завтра в Москве ожидается до 20 градусов мороза, но как нам только что сообщили из Министерства счастья и любви, жаловаться на погоду запрещено. И все люди должны улыбаться и вести себя так, как будто на улице тепло. Нарушителей в теплой одежде будут задерживать, а грустных людей разрешено избивать до появления улыбки на лице. С вами был Тимур Каримов с новостями на канале Солнцеликий ТВ.